Всем изи привет! С вами снова Изи Мама. И сегодня у меня довольно-таки страшный для меня день. Потому что мне нужно сделать укол мимишки. Мимишка себя чувствует получше. Иди, моя хорошая. Да, вот смотрите. Глазик у нее не отекает. Щечка, в принципе, осталась в том же положении. Врачи сегодня никто не работает. Ну, вернее, тот единственный врач, который занимался крысами раньше. Который знает хоть что-то о хомячках. Но на сегодня выходная. Завтра она сможет сделать укол. А сегодня придется это делать мне. Свинкам я уколы уже делала. Это, в принципе, не так уж сложно. А вот хомячок, он маленький. Шкурка тоненькая. Попасть тяжело. Ну, а сейчас мы постараемся вместе справиться. Да, Мишенька? Я буду очень-очень аккуратно делать. Шприц вот у меня есть. Ты домой хочешь? Ты знаешь, что из клетки. Вот у меня шприц есть. В нем лекарство уже набрано столько, сколько нужно. Ой, ты боже мой. Моя масечка испугалась. Да? Ты не любишь этот запах уже. Не будет помогать изи папа. Он будет держать хомячка. Нужно зажать голову и попу. Что ты? Ты в прошлый раз так хорошо сидела у меня. Мишка, давай. Оттянуть шкурку. Ой, боже мой, она вся поколотая уже. Быстро это делать надо. Я не могу быстро делать. Она, да, быстро это делать, она у меня сделает. Мне удобнее, конечно, это сделать с другой стороны. Вот так, вот так. Вот так мне нужно оттянуть холочку. Сейчас, мишка, подпадай, подержи. Нужно намазать ее сначала. Ничем ее не мажут. Все, да. Ой, смотри, там прям этот выпадает. Что? Гной? Да. Давай очистить гной сейчас тогда. Сейчас я принесу. Подпишись, даже если у тебя лапки. А на канале Изи Рози вышло видео «Back to School», где Алиса с мамой покупают канцелярию к школе. На канале Алиса Изи Влог вышло видео «Мой день», где Алиска рассказала, что Вася в детстве писал в комнатные цветы. Вот смешной, хе-хе-хе-хе. Сейчас руками чистили гной. Пробую показать его. Вот столько гноя получилось вычистить. Представляете? Вот я на каждую палочку. И врач сказала, что нужно настойкой календулы спиртовой протирать то место. Вот у меня календула есть. Мне нужно протереть то место, откуда вышел гной, потому что там сейчас маленькая дырочка. Ты-ка я возьму ее, попробую. А ну-ка. Она уже не любит запах спирта. Не любит запах всяких лекарств. Да, не нравится. Ой. Ну, вот мы смотрим сегодня, подчищали. Такое ощущение, как будто бы гной мы весь вычистили, который там был. Говорят, хомячки не чувствительны к боли. Но я понимаю, что ей просто не нравится то, что мы ее тискаем постоянно. Вот. Получилось подчистить ее. Еще спасибо большой подписчице, которая написала, что у нее было такое у хомячка. И... Алис, выкинь вот эти палочки. Хорошо. Было такое у хомячка. И чистили хлоргексидином хомячку ранку. А потом еще закладывали левомиколь. Мы тоже попробуем это делать. Но сейчас вот пока нужно сделать укол. Попытаемся еще раз. Потому что увидели гной, почистили гной. Сейчас опять приступаем к уколу. Так. Оттянуть. Мне легче в тебя вколоть антибиотики, чем в нее. Вот. Максимально, что я могу ее держать. Пусти. Скорее. Ать. Ой, боже мой, я справилась. Слава богу. Миша, она нас, похоже, обиделась. Пошла домой. Первый раз в своей жизни я уколола хомячка. Честное слово, страшно. Вот ни свинку, ни котика не страшно. А хомячка страшно. Потому что он очень маленький. Но я очень рада, что завтра будет работать врач. И она это сделает более быстро. Потому что мы тут вдвоем держим. Один колет. А Миша кушать пошла. Смотрите, какая молодец. Вот так вот. Да, что-то вкусное домой понесла. Спасибо, что вы все нас поддерживаете. Я надеюсь, что у нас все это как можно быстрее разрешится. Потому что вроде бы гной вычищаем, выходит все. Подпишись, даже если у тебя лапки. А после просмотра этого видео, скорее зайдите и посмотрите видео на канале Изи Роза. Как Алиса выбирает канцелярию к школе. И на канале Алиса Изи Влёг там вышла страшная история. О том, как Алиса искала ночью череп на пляже. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Будем каждый день выпускать вам, что с ней происходит, что вы были в курсе. А всем спасибо, спасибо за советы, те, что пишете. По поводу перехода в контейнер. Решили мы ее не переводить, вот почему. Хомяку и так сейчас не очень-то легко. Из-за того, что колются антибиотики и много препаратов разных капается. Она почти не выходит из домика. Она не бегает в колесе. Она выходит, кушает. Но слава богу, кушает хорошо. Поэтому мы решили ее не тревожить. Контейнеры, дело в том, что у нас все с сетками. Потому что я так думаю, что в контейнере самое главное, это чтобы он проветривался. То есть все контейнеры вы видели у нас. Мы вставляем куски сеток. По бокам, сзади, вверху контейнера. То есть хомяк тот, который грызет, он все равно будет его грызть. Поэтому я думаю, что сейчас, пока она сидит в домике, пока она привыкшая к запаху своего жилья, пусть будет так. Как только ей станет лучше, я вижу, что она выходит уже бегает, выходит уже, допустим, там будут у нее повадки грызть что-то, тогда мы уже переведем ее в контейнер. Но опять же, я говорю о том, что контейнеры у нас все с сетками, поэтому разницы нет в том, куда ее переводить. Всем изи пока. До встречи в следующем видео. Следите за здоровьем мимишки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok